Когда-то я мечтал о том, чтобы был супергероем, и чтобы у меня были способности путешествовать во времени и поднимать что угодно. К сожалению, это лишь мечты, и я не могу даже поднять пульт силой мысли. Однако люди с суперспособностями существуют. Да, они правда есть, правда их особенности появились из-за заболеваний. В этом видео я покажу редкие болезни, которые дают людям суперспособности. Приступим! Номер 10. Сверхчеловеческая сила. Вы можете стать очень сильным, если у вас миостатин-зависимая мышечная гипертрофия. Это редкое генетическое заболевание, при котором увеличивается размер мышц. У людей с таким заболеванием мышечная масса тела может быть в два раза больше, чем обычно. И, конечно, чем больше мышечной массы, тем сильнее человек. Настолько сильнее, что это может показаться ненормальным. Но кто говорил, что суперсила – это нормально? Вот, например, Лиам Хокстра 2005 года рождения. Этот малыш из Мичигана сделал Айрон Кросс в 5 месяцев. В таком возрасте многие дети еще даже не ходят. Три года мышечная масса Лиама составила 40%. Небывалый показатель для ребенка его возраста. Еще удивляет тот факт, что у него такой же аппетит, как у взрослых силачей. Он любит мороженое и KFC, и без проблем съедает полную тарелку еды. Это можно объяснить активным ростом мышц. И Лиам знает, как использовать свою суперспособность. В 2015 году он победил в ежегодном конкурсе по поеданию булочек в местной церкви. Надо есть, чтобы сохранить свою силу. Правильно, Лиам? Номер 9. Нечувствительность к боли. А теперь на очереди иммунитет к боли. Ну, не иммунитет, а скорее нечувствительность. Да, вы не ослышались. Есть люди, которые обладают способностью не чувствовать никакую боль. Конечно, это не совсем суперспособность. Она возникает из-за заболевания под названием врожденная анальгезия. Простыми словами, это заболевание подавляет способность воспринимать физическую боль. И, как и во многих комиксах, это состояние возникает при рождении. Так что люди, рожденные с такой анальгезией, не чувствуют боль всю свою жизнь. Кажется, что это крутая суперспособность, но у нее есть свои недостатки. И весьма серьезные, если задуматься. Сейчас объясню. Люди с этим заболеванием различают острое и тупое, горячее и холодное, но не чувствуют, когда кофе обжигает им язык. Или когда их телу причинен серьезный вред. Если человека с врожденной анальгезией зарежут, он не почувствует боли. Но это не отменяет того факта, что он может умереть. Так что эта суперспособность не самая лучшая. Номер 8. Отсутствие страха. Если вы боитесь монстров и привидений из фильмов ужасов, то, возможно, вы мечтали о том, чтобы у вас была способность не испытывать страх. А вот для некоторых людей отсутствие страха – реальность. Это результат болезни Урбаха Вита. Люди с этим заболеванием совершают самые разные бесстрашные поступки. Например, они могут радостно тянуться к ядовитым змеям голыми руками. Или спокойно уходят от сумасшедшего убийцы с ножом. Другой человек перепугался бы в такой ситуации. Но только не эти люди. Они правда бесстрашны. Эта способность тоже кажется крутой. Но у нее опять-таки есть большой минус. Страх пропадает из-за того, что часть мозга, которая контролирует эмоции – миндалина. Затвердевает и сморщивается. Миндалина в основном отвечает за чувство страха. И без нее способность ощущать страх практически пропадает. Люди с болезнью Урбаха Вита испытывали такие проблемы, как внезапное изменение голоса, высыпание на лице и утолщение кожи. Также известно, что люди с этим заболеванием испытывают судороги и могут быть умственно отсталыми. Их бесстрашие далось им очень дорогой ценой. Номер семь. Способность выучить что угодно. Среди нас живут чрезвычайно одаренные люди, способные научиться всему. У многих из этих талантливых людей есть состояние под названием синдром Саванта. Это редкое заболевание, при котором человек с умственными отклонениями одарен определенными способностями. Намного сильнее, чем обычный человек. Фотографическая память свойственна большинству людей с синдромом Саванта. Но это еще не все. Некоторые могут решать сложные математические уравнения. А другие одарены художественно и могут потягаться с Микеланджело и Пикассо. У многих известных людей было это состояние. Например, Ким Пик обладал феноменальной памятью и помнил содержание 12 тысяч книг. Эти люди, несомненно, одарены больше, чем многие из нас. Но у них также есть и проблемы с психикой. Как правило, у людей с синдромом Саванта поврежден мозг. И примерно половина из них страдает аутизмом. Их еще называют аутичные Саванты. Впрочем, у них все равно есть сверхчеловеческие способности. И в мире живет лишь пара сотен таких людей. Так что они могут гордиться собой. Номер 6. Синдром вампира. Они боятся солнца. Имеют острые зубы и очень бледные. Вы можете подумать, что это вампиры. И вы ошибетесь. Это люди с сангидротической эктотермальной дисплазией. Заболеванием, которое приводит к аномальному развитию кожи, волос, ногтей, зубов и потовых желез. Их зубы обычно либо деформированы, либо отсутствуют. И они сверхчувствительны к солнечному свету из-за нехватки потовых желез. Кажется, что это здорово. Но жизнь людей с этой болезнью очень трудна. Когда они выходят на улицу и попадают на солнце, им грозит опасность. Поэтому они постоянно пользуются солнцезащитным кремом. А значит, они даже не могут пойти на пляж. Но это не единственная проблема. Они выглядят как вампиры. И из-за этого многие люди над ними насмехаются. Но это не значит, что люди с эктотермальной дисплазией не могут наслаждаться жизнью. Даже наоборот. Некоторые из них стали актерами. Как, например, этот мужчина. Номер 5. Каменный человек. Существо из фантастической четверки впечатляет. Но только не в реальной жизни. Синдром каменного человека или прогрессирующая осифицирующая фибродисплазия – редкая генетическая болезнь, которая прогрессирует всю жизнь. Простыми словами, мягкие ткани превращаются в кости. Кроме того, суставы соединяются, из-за чего людям становится больно двигаться. Эта болезнь не лечится. И она есть у одного человека из двух миллионов. Хотя кажется, что такое состояние дает дополнительную защиту всему телу, суставы могут навсегда застыть на месте. И лишние костные наросты даже нельзя удалить, потому что тело восстанавливает пораженную область, наращивая еще больше костей. Номер 4. Лишние конечности. Может, вы мечтали о двух или трех лишних конечностях? Или четырех? Это было бы весьма удобно, если бы с ними все было в порядке. И некоторым людям не надо об этом мечтать. Для них это реальность. Иногда люди рождаются с лишними конечностями из-за полимелии или синдрома гидры. Конечно, может показаться, что лишняя пара пальцев или еще две ноги – это только к лучшему. Но на самом деле такие конечности обычно сильно деформированы. Иногда они все же могут нормально функционировать, но в большинстве случаев они бесполезны. Но все может быть еще более странно. Полимелия влияет не только на конечности. С ней увеличивается число гениталий. Суперспособность это или нет решать уже вам. Номер 3. Нечувствительность к холоду. Нет, это не человек-лед из людей Х, но весьма близко к нему. Лишь немногие люди бывают полностью нечувствительны к холоду. Технически это даже не заболевание, но это определенно крутая суперспособность. Самый известный из таких людей – Вим Хофф из Нидерландов. Он установил 26 рекордов. Например, он провел в ледяной ванне 72 минуты и пробежал полумарафон босиком за 136 минут. Кроме того, он плавает в озерах подо льдом. Врачи до сих пор не могут понять в чем дело. Но Вим считает, что все дело в тренировках. Он практикует несколько дыхательных техник и даже придумал метод Вима Хоффа. Он утверждает, что его метод может вылечить или помочь устранить синдромы склероза, артрита, диабета, клинической депрессии и даже рака. Думаю, можно сделать все, что угодно, если захотеть. Номер 2. Суперпамять. Из всех суперспособностей я бы выбрал суперпамять. Представьте, чего можно добиться, если знать все. Вы бы были, как Тони Старк, на таблетках из области тьмы. Именно такая способность у людей с гипертимизией. Такие люди могут запомнить почти каждый день своей жизни в мельчайших подробностях. Во всем мире около 60 людей с такой способностью. И они утверждают, что помнят детали даже из самого раннего детства. В то же время я не могу вспомнить название первой болезни, про которую говорил пару минут назад. Какой бы здоровской ни была эта способность, всегда есть подвох. Люди с гипертимизией помнят все, в том числе и самые плохие моменты. Помимо этого, постоянные головные боли и усталость тоже частые симптомы. Помнить все, несомненно, круто. Но это тяжело, когда не можешь забыть плохое. Предлагаю сделать паузу и узнать про один интересный пример. Резистентность Вить. Да, это реально и подтверждено научно. Хотя и невероятно. Существует генетическая мутация, которая не позволяет копировать белок CCR5. Этот белок вирус иммунодефицита использует, чтобы проникнуть в клетки человека. Если у вас нет белка CCR5, то ВИЧ вам не страшен. Примечательно, что у некоторых людей обнаруживали две копии мутации гена, которая удваивала их устойчивость к этому смертельному вирусу. Это встречается очень редко. Считается, что только у одного процента белых людей есть две копии этой мутации. И она еще более редкая у других этнических групп. Но благодаря эволюции мы учимся лучше бороться с вирусом. Так что, кто знает, каким еще вирусом люди скоро станут невосприимчивы. Номер один. Мутация суперсна HDEC2. Мы дошли до первого номера. И он посвящается всем, кто любит спать всю ночь. Мне, например, нужно более 8 часов сна каждую ночь, чтобы хорошо себя чувствовать. Но хватит обо мне. Есть люди, которым нужно всего лишь 4 часа сна, чтобы быть в форме. Люди с мутацией суперсна, известной как HDEC2, чувствуют себя бодрыми после 4-6 часов сна каждую ночь. И мне кажется, что это настоящая суперспособность. Я бы без кофе точно не продержался. Этих людей еще называют недолго спящими. И они обычно счастливы и энергичны. А значит, могут работать дольше, чем другие люди. Некоторые обладатели этой мутации имеют две работы. Не потому что должны, а потому что могут. Они очень мотивированы. Плюс у них больше времени. Потому что благодаря короткому сну у них есть 20 часов на все дела. А это очень много. Увы, я слишком люблю свою кровать, чтобы уделять ей всего 4 часа. Это уже невероятно. Но есть еще Тайн Гок. Он настоящий неспящий. Буквально. Если верить вьетнамскому СМИ Тан Ньон, он бодрствует уже 45 лет. Звучит безумно. Знаю. Ньог признался, что он чувствует себя как растение без воды из-за нехватки сна. Лично я предпочитаю хороший сон. Какую суперспособность хотели бы иметь вы? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok